Всем привет, меня зовут Юля, и добро пожаловать в мой личный ад. Я говорю ад, потому что здесь невероятный бардак, мне нужно разобрать все вещи, и половину из них я хочу либо отдать на благотворительность, либо попробовать продать на пошмарк. Я думаю, что вы мне в этом поможете. Кстати, здесь, конечно, не все мои вещи, но всё то, что я не носила давно, оно здесь, а это то, что нам надо. Остальное я сейчас стираю, у меня здесь просто сумасшедший дом. Половина лежит на полу вот так, потому что это нужно постирать. Половина в сушилке, половина в машинке стиральной. Я очень надеюсь, что сегодня я завершу весь этот процесс, и вы мне в этом поможете. Начнём с сумок. Вот эта малышка от Kate Spade, я её просто обожала, и я её носила всё лето. Мне подарил её Джереми на Рождество два года назад вместе с ещё одной сумкой, которую я вам сейчас покажу. И она на самом деле классная, я её обожаю, но ручки у неё уже в очень нехорошем состоянии. Никогда не покупайте сумку на тонких ручках, потому что она не прослужит вам долго. Она внутри как мешок вот такого розового цвета. Очень классный этот попугайчик меня вообще долгое время сводил с ума. Но мне кажется, что я немножко переросла этот стиль, и мне вот эти мультяшные вещи уже не нравятся. Мне хочется более какие-то классические модели и цвета, поэтому я хочу попрощаться с этой малышкой. На самом деле я думала, что я просто выкину, либо отдам мне благотворительность, потому что ручки уже в таком состоянии, что не очень. И вчера я выложила её на пушмарке, и какой-то чувак хочет купить её за 35 долларов. Окей, я не против. Хотя, конечно, стоила она гораздо больше, чем 35 долларов, но тем не менее я её проносила всё лето и весну, я думаю, безвылазно. Просто постоянно с ней ходила. Так что прощай, прощай. У нас было прекрасное время вместе. Следующая сумка, от которой я тоже хочу избавиться, вы, наверное, сейчас удивитесь, потому что я вам её показывала в видео, говорил, как я её люблю. И я вроде бы по-прежнему её люблю, но опять же, пингвинчик. Ну, камон, Юля, я чувствую себя уже взрослее этого, и мне кажется, что вот такие вещи просто остались уже в прошлом. И мне по-прежнему кажется, она очень стильная и классная. Я получала огромное количество комплиментов каждый раз, когда я её носила. А носила я её, кстати, не так много раз. Она просто в идеальнейшем состоянии. У неё вот здесь один кармашек, в который нифига ничего не помещается. Ну, телефон, ключи, деньги. Всё. Ну, в принципе, что ещё женщине надо? И я решила, что время нам попрощаться. Такая у неё классная цепочка. Но я думаю, что к вещам не стоит привязываться. Кстати, кто-то за неё уже готов был заплатить 75 долларов на пошмарк, что очень даже неплохо. Я не думаю, что я могла бы её продать больше, чем за 75 долларов, поэтому я очень довольна. Ещё одна сумка, которую я решила продать, это Майкл Корс, голубая. Мне она очень нравилась. Когда я её увидела в магазине, я увидела этот цвет и сказала, хочу. И в итоге... А мы, кстати, с Джереми были тогда в магазине. И потом какой-то из дней он приходит домой и приносит мне пакетик с этой сумкой. Я была безумно рада. Это было без какого-либо повода. И, опять же, она в идеальнейшем состоянии. Я не так много её носила. И, ну, она просто в отличнейшем состоянии. В отличнейшем. И я думаю, что я могу её продать достаточно хорошо. Если у меня это не получится сделать, то я лучше её оставлю. Хотя зачем она мне? Если честно, то мне просто разонравилась Майкл Корс. Я вообще хочу сумку Chanel. Я бы сказала, что я буду на неё копить. Но, мне кажется, копить придётся слишком долго. Поэтому я буду мечтать о сумке Chanel. И пока что у меня просто нет необходимости в такой сумке. Потому что это неудобно. У меня маленький ребёнок. Мне нужен рюкзак. И больше мне ничего не нужно. И какой-то клатч, который я могу взять с собой, когда иду, например, на свидание с мужем. Но это не так часто случается. Ещё у меня вот здесь внизу лежит косметичка от Зоева. И я думала, что мне будет очень удобно перевозить в ней косметику. Но когда я путешествую, я не беру так много косметики с собой. Вы понимаете? И плюс меня вообще накрыла вот эта идея минимализма. Я избавилась от огромного количества своей косметики. И у меня осталось буквально там практически по одному продукту на каждую категорию. Это просто такой кайф. И я не хочу, чтобы у меня были завалы косметики. Мне просто столько не нужно. Единственное, что у меня осталось румян достаточно много. Потому что я обожаю румяна. Мне кажется, что они очень сильно меняют лицо. Поэтому с румянами я пока не попрощалась. А со всем остальным, с огромным количеством своей косметики, попрощалась. Также планирую сделать с вот этим. И эту косметичку я хочу продать тоже на фошмарке. У меня есть ещё одна большая от MAC. Которую я вообще покупала, по-моему, за 180 долларов. И сейчас у меня в ней хранятся крафтовые принадлежности. Ну так подумать, если то для крафтовых принадлежностей можно купить какой-нибудь пластиковый органайзер. Так, дальше вот эти шорты. Я не знаю, кто будет покупать шорты осенью. Но мало ли, может кто-то купит. Они, если честно, мне просто малы. И вот здесь мне не нравится, как они заканчиваются. Потому что у них такая маленькая махнушка. Мне нравится, когда они более расслабленные внизу. А эти прям впиваются. Возможно, потому что у меня такие ляшечки. Ну, понимаете. Вот поэтому я думаю, что я их тоже продам. Они в идеальнейшем состоянии. Это Levi's. С ними вообще ничего не бывает. Разве что они могут выцелить, как вот эти джинсы, например, у меня. Но с шортами конкретно ничего не случилось. И это 25-й размер. Я сейчас ношу 26-й. Они все равно еще застегиваются на мне, но мне не очень удобно. Поэтому... Прощайте. Юбку оставляю. Вот с этой юбкой я не знаю, что делать. Потому что, с одной стороны, она мне нравится. С другой стороны, это не тот стиль, которого я хочу сейчас придерживаться. Но я думаю, что я пока ее оставлю. А потом, если я замечу, что я все-таки ее не ношу, то я ее продам. А так она очень красивая. Мне постоянно делают комплименты, когда я в ней. Но, опять же, не знаю. Вот эта вышивка, мне кажется, она уже прошла. Меня она немножко бесит. Цвет джинсы мне очень нравится. Но джинсовая короткая юбка... Я не знаю, насколько это мой стиль теперь. Я хочу поменять стиль. Я хочу создать себе хороший базовый гардероб. О, вот это. Это брюки от GAP. Синие. Я не знаю, почему. Но я их просто начала ненавидеть. Раньше они мне очень нравились. Но теперь они так на мне сидят. Я как-то увидела фотографию. В движении меня фотографировали. Я посмотрела боком. Во-первых, когда ты их только надеваешь, они в обтяжку. И это смотрится достаточно хорошо. Но как только ты немножко походишь, они начинают не то чтобы растягиваться, но как бы подвисать на ногах. Понимаете? То есть они не на попе все-таки облегают. А вот здесь как-то собираются. И, короче, это очень красиво выглядит. Я от них буду избавляться. Вот такое платье на одно плечо. Покупала я его в Лортон Тейлор. Надевала на свой день рождения. И потом еще несколько раз. И на этом все. Мне больше в нем не комфортно. Я не знаю, буду ли я его еще носить. Мне кажется, что оно просто уже выполнило свою задачу в моем гардеробе. И пора с ним попрощаться. Если мне захочется какое-то подобное платье, я лучше куплю новое. Потому что новые вещи всегда приносят новые эмоции. Вот это платье из Лортон Тейлор. Оно просто безумно короткое. Несмотря на то, что у него такой красивый цвет. Мне он очень нравится. Мне кажется, он мне идет. Но оно настолько короткое, что под мой образ жизни это длина... Чессика! Чессика! Вот этот кардиган длинный из Бенетона. Я просто ненавижу. Нет ни одной вещи в моем гардеробе, которая вызывала бы у меня такие негативные эмоции. Он хорошего качества, просто из-за того, что он такой длинный, я не знаю, с чем его вообще можно сочетать. Вот я сейчас заказала очень длинное пальто, и, возможно, он бы подошел. Но он у меня уже такие эмоции вызывает, что... Нет, нет. Я покупала его в Urban Outfitters. Мне он нравился. Я в нем была на прошлое Рождество. Но все. Во-первых, он не так круто на мне сидит сейчас. Я не знаю, с чем это связано. Но мне не очень нравится его вырез. Мне не очень нравится, как он смотрится на попе. Тогда мне казалось, что все классно. Сейчас мне так не кажется. Все, что не продастся, отдам на благотворительность. Либо, может быть, ко мне кто-то приедет. Например, моя мама, моя сестра. Намек, намек. И я подарю вам это. Вот это платье-рубашка из H&M. Мне просто уже не нравится. Несмотря на то, что я обожаю голубую полоску. Мне не нравится этот рукав. Плюс мне не нравится, как он сидит у меня на груди. И вообще я его не носила уже достаточно давно. Поэтому это явный знак того, что нужно от него избавиться. И это куртка из H&M. Ей уже очень много лет. Она до сих пор, кстати, на удивление в хорошем состоянии. Но я знаю, что я ее носить не буду. Поэтому, возможно, отдам мне благотворительность. А может быть, даже я публикую куда-нибудь, куда-то дешево. Я думаю, на этом мы закончим. Спасибо, что помогли мне разобрать вот это все чудо. И мне еще дофига всего предстоит. Но я не хочу вас этим замучить. Поэтому до встречи в новых видео. Я вас целую и обнимаю. Пока-пока.